Программа о настоящей студенческой жизни, яркой, веселой и страшно интересной. Программа, которая выходит в эфир каждую пятницу при любых условиях и в любую погоду. Сегодняшний день не исключение. Красота страшная сила и чтобы противостоять ей проводят всяческие конкурсы красоты. 13 студенток разных институтов нашего университета отложили в сторону книжки, телефоны, кастрюли, миски и решили побороться за звание Мисс Университет 2014. Любой конкурс красоты – это всегда зрелище интересное, захватывающее и непредсказуемое. Всевозможные сюрпризы возникают прямо во время шоу. Конкурсантки раскрываются с самых неожиданных сторон, демонстрируя многочисленные грани своих талантов. Мисс Университет выбирали в три захода. В визитке девушки делились справочной информацией о себе, облекая ее в самую необычную форму и состязались в остроумии, отвечая на вопросы ведущих. Я на самом деле болею за всех, каждая в каком-то конкурсе, по-своему, выделяется девчонка. И я просто видел, как они подготавливаются, поэтому очень сильно действительно за них переживаю. Очень хочется поддержать. Затем был этап, посвященный хобби конкурсанток. И, наконец, выход в дефиле на радость мужской половине зала. Как там на сцене? Страшно? Я очень волновалась, очень страшно. Ну, там очень здорово, там чудесная атмосфера. Все хлопают, переживают, поддерживают. Было нереально здорово. Привет. Привет. Прошла половина конкурса. Вот какие у тебя впечатления? Ну, надеюсь, что все хорошо будет. Ну, надеюсь, знаю, что все будет хорошо. Волнуешься? Ну, не очень. Очень нравится атмосфера в зале, как все поддерживают, как свои, не свои. Все как-то правильно воспринимают те слова, которые мы пытаемся донести. Вообще, очень все нравится. Жуткое волнение, просто нереально. Не, ну, вообще, вообще все хорошо. Девушки, если вы хотите участвовать, не сомневайтесь, приходите, участвуйте. Это будет плюс только к вам. Хочу сказать, что все конкурсантки красивые, замечательные, каждая по-своему особенная, потому что каждая готовит абсолютно разный номер и даже не ожидаешь о том, что будет такой номер. Те эмоции, которые ты получаешь, выходя на сцену, когда видишь перед собой столько людей, которые болеют, наверное, это ни с чем не сравнить. Поэтому, конечно, положительные. Как ваше волнение? Вижу, вы вышли, сама не своя. Да нет, кстати, волнения нет. Я, может быть, немножко испугалась, но волнения нет. Ну, драйв, конечно. Все девочки волнуются, бегают. Но это добавляет свои изюминки в конкурс красоты в любом случае. Победит достойная. А достойны все. Оценивать конкурс красоты – дело неблагодарное. Чаще всего члены жюри разрываются между тремя критериями – красота, интеллект, талант. Как девушка себя раскрывает, показывает все свои возможности. И красоту, и ум, и остроумие, и свои таланты. А для себя выбрали уже? Нет, пока еще. Да? А вы сами хотели бы участвовать, например, в «Мисс Вселенная», ну, хотя бы в качестве ведущего? Ну, значит, в «Мисс Вселенная» вряд ли, а вот мистер может быть, да. Каждая из конкурсантов получила свою заслуженную «Мисс что-либо» – артистизм, талант, оригинальность, обаяние и так далее. Звание «Мисс Университет» и «Переходящая корона» также нашли своего обладателя. Цитул «Мисс Университет-2014» завоевала студентка Института экономики «Мисс Вселенная» Мария Чирина! «Мисс Университет» и «Переходящая корона» «Мамочка, мамы, все, у меня просто эмоции захлестут, все хорошо!» «У меня корона!» «У меня!» «Все, все, возможно, заканчиваем!» В январе 1654 года в Переиславле Верховным Собранием Запорожского Казачества во главе с Гетманом Богданом Хмельницким было принято решение об объединении Украины и Русского Царства. С тех пор прошло практически 400 лет, и то, что происходит в отношениях наших стран сейчас, дружеским партнерством никак назвать нельзя. Власть в Украине в руках воинствующих неонацистов. К счастью, большая часть жителей Украины против нынешнего режима, и разумный взгляд на ситуацию преобладает над слепым фанатизмом. Студенты-технолога, граждане Украины, не скрывают своего отношения к разворачивающимся на их родине событиям, и не отступают от вековых традиций славянского братства. Ребята, из каких областей Украины вы приехали? Я из города Горловки и Донецкая область. Я из города Черновцов, Черновицкая область. Я из автономной республики Крым, Кировский район. Как вы относитесь к ситуации, которая сложилась сейчас на вашей родине? Ну, это очень трагично, очень печально, когда происходят такие события вообще в стране, потому что все эти бунты, восстания, народ идет против народа, ну, это не очень хорошо. Ну, как бы, у меня в городе все спокойно, не знаю, но... Абсолютно нормально относятся там, все нормально. Как жили, как живем. Ну, независимо от того, какая вообще бьет власть Украину, все-таки хочется, чтобы дружеские и братские отношения между Украиной и Россией остались, чтобы не было разногласий. Также дружили все-таки исторически, мы один народ, все славяне. Как бы, хочется, чтобы мы были все в мире и в злаходе жили. У всех наших дедов, прадедов, все воевали, как бы, за одну единую, так сказать, маженную нацию, потому что это братские народы. У всех у нас есть друзья и на Украине, и у россиян, и у многих тоже все ездят к родственникам. То есть, ну, рвать эти взаимоотношения, это будет очень трагично. Ну, не знаю, у меня как бы, как и на Украине, так и в России друзья есть, абсолютно одинаково их люблю и уважаю. Как бы, ну, замер, конечно, все. Привет, мои друзья! В эфире «Полиглотик» и я, его ведущая, Ксения. Наконец-то наступила весна. Птички поют, все счастливы, и скоро мы пойдем в лес. Чтобы наслаждаться природой, слушать звуки леса и задать главный вопрос. Кукушка, кукушка, сколько мне осталось? Его мы можем задать не только в России, и сегодня вы узнаете, как он звучит на разных языках мира. Зозуля, Зозуля, скільки мне залишилось? Куку, как бы я милый стиль дэвив? Куанч заню милый рэштам провиве? Куку, как бы я милый? Увы, нам пора расстаться. Через неделю вы узнаете, как на украинском звучит фраза «Ты вернулся». Пока! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова смотрите английский с Бароном и Олей. Взгляните в окно, все на улице зелено. Пора прогуляться по улицам, заглянуть в парк или лес. Это зарядит вас энергией, принесет несомненную пользу вашему здоровью. Барон, я хотела бы узнать, как можно правильно на английском языке пригласить друзей погулять? Ну, давай я тебе скажу три самые популярные фразы, которые обычно используются в этом случае. Но для этого нам нужно выйти. Барон, а для какой конкретной ситуации подходит каждая из этих фраз? Ну, первая фраза обычно используется, когда приглашаем девушку или близкого друга. А вторая фраза – это когда мы идем в большой компанию, там, друзья. А третья фраза – это когда мы идем отмечать какой-нибудь праздник. А если я хочу пригласить друзей за город на шашлыки, как мне правильно сказать это на английском? Let's go out for шашлык? Ну, в принципе, я все правильно сказала. Но просто на английском языке нет слова «шашлык». Мы используем слово «барбекю». Значит, правильно будет «let's go out for barbecue». И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Гуляйте и наслаждайтесь прекрасной погодой и чудесной весной. Пока! Пока! Для друзей, коллег и учеников – Петрович. А если официально – Валентин Петрович Пушкарев, старший тренер национальной сборной по кикбоксингу в разделе К1. Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР. Несколько десятков лет назад имена он стал развивать в Белгороде экзотический на тот момент времени вид спорта – кикбоксинг. Затем было руководство Федерации бокса и кикбоксинга Белгородской области, организация в Белгороде чемпионатов России и международных турниров по этим видам спорта. Наконец, должность старшего тренера страны. И самое главное – воспитание нескольких поколений чемпионов международного уровня и класса. Сам же Валентин Петрович говорит о своей работе очень просто. Постоянно тружусь над решением одной задачи – воспитания духа спортсмена, формирования его психологии, развития как бойцовских, так и человеческих качеств каждого из воспитанников. Живу по принципу и жил. Чемпионат города, там есть мой клуб, мои, вот именно из зала, область тоже мои из зала. Чемпионат ЦФО, либо России, там есть область, там есть те, которые в сборной области. Идет чемпионат мира, либо Европы, там Россия, там тоже все мои, все родные. Вот такая, наверное, гадация. А что в сборной России, это мой воспитанник, либо Алексея, либо Ивана, либо Олега, там это уже, такого нет, они все родные. И там в команде, где мы живем, мы часто уезжаем за границей, мы живем, так сказать, знаете, я сравню это как с временем в походе. Там у нас нет шансов, нет права, мы не имеем права там не ссориться, не смотреть косо друг на друга. Мы в походе, мы должны друг другу помогать и надеяться друг на друга. И когда выходишь в ринг, а за твоей спиной команда, ну как можно проиграть, ты просто нет прав. Даже если ты слабее, технически, тактически, может быть даже физически, мы все равно выигрываем. Потому что, ну нет, ни шагу назад, как во время войны. За нами Москва. Вся спортивная и тренерская карьера Валентина Пушкарева сопряжена с чередой успехов. Сейчас у него около 20 воспитанников. Среди них как начинающие, так и именитые спортсмены. Одни проходят систематическую подготовку, другие собираются в сборную перед крупными турнирами. 14 марта Валентин Пушкарев отмечает свой день рождения. Отмечает в духе всей своей спортивной карьеры, участвуя с командой в финале чемпионата России по К1. Валентин Петрович – это талантливейший человек. Человек творчества. Человек, который с творчеством и с созиданием подходит к тому делу, чем он занимается. Я желаю крепкого ему здоровья, творческого, неиссякаемого потенциала. Очень скрупулезно подходит ко всему. Сплочает коллектив, вырабатывает идеологию, которая необходима в любом деле. Валентин Петрович – это, скажем так, функционер, современный функционер и тренер, и организатор, и спортсмен, и человек. Универсал. Валентин Петрович, поздравляю вас с днем рождения. В наше неспокойное время хочу пожелать, первое, мирного неба над головой, здоровья, успехов в вашем нелегком труде. Ну и как воспитанник хочу пожелать благодарных и достойных воспитанников. Валентин Петрович Пушкарев всегда не жалел ни своего нездоровья, ничего, своим воспитанникам. Всегда к своим воспитанникам относился, как к своим сыновьям. С днем рождения у тебя, тренер! Пока это все. Чем богато? Через неделю увидимся вновь. Мы, как честные девушки, твердо вам это обещаем. По-прежнему рады вам в наших группах в социальных сетях. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!